Здравствуйте! В эфире программа «Званый гость» Юлия Броско. В выходные Беларусь отметит День пожарной службы, поэтому выбор гостей для сегодняшнего эфира был очевиден. О непростой работе сотрудников МЧС мы сегодня поговорим с Анатолием Вячеславовичем Седлеревичем, заместителем начальника Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям, и Олегом Ивановичем Дравицей, командиром отделения пожарной аварийной части номер один города Гродно. Здравствуйте! Здравствуйте! Я рада, что вы приняли наше приглашение и пришли к нам в студию. И начать сегодняшний наш разговор хотелось бы с поздравлений. Я хочу поздравить вас с профессиональным приближающимся праздником, удачей в вашем непростом, но таком нужном всем нам труде. Спасибо! Вот, Анатолий Вячеславович, начнем с вас. Расскажите нам немножечко о празднике, какие мероприятия придут в нашем городе, и вообще, как давно отмечается этот день в Беларуси? День пожарной службы в Беларуси отмечается уже с 1853 года. Давно? Вообще, существование пожарной службы прослеживается с 14-го столетия. Тогда это носило еще в виде, в форме повинности. Но в 1853 году мы уже нашли документы, которые подтверждают существование, которые были изданы указы о создании пожарной службы. Изначально она была создана в Минске, а потом уже в областных центрах. В городе Минске насчитывало всего лишь 50 человек работников пожарной службы. На сегодняшний день это довольно серьезная структура, которая имеет такое громкое название, как МЧС. И на сегодняшний день мы уже способны гораздо более выполнять, более серьезные задачи, поставленные перед нами. Спасибо, я благодарю вас за этот ответ. Тем не менее, мы не пояснили еще такой вопрос, какие мероприятия пройдут в городе? На сегодняшний день мы активно готовимся к празднованию Дня пожарной службы. В воскресенье у нас, 27 июля, запланировано серьезные мероприятия, которые пройдут в парке Жилибера на площади Ленина. Будут работать как минимум 4 программы, 4 концертные площадки. Будет работать острадно-духовой оркестр нашего областного управления по чрезвычайным ситуациям. Будут работать наши площадки по показу аварийно-спасательной техники, по возможности ее использования. Будет использоваться аварийно-спасательный инструмент, будут работать кинологическая служба, будет работать новая наша структура, освод. Будет показывать водолазное оборудование, возможности водолазного оборудования. Ну и также, безусловно, будем разыгрывать с детишками конкурсы, программы, будем разыгрывать призы. И я обещаю, что все дети, которые придут на праздник, они не уйдут с праздника сухими. Здорово! Мне кажется, все наши телезрители сейчас очень заинтересовались и обязательно придут посмотреть. Тем более, что скажу по своей практике, там всегда интересно. Олег Иванович, вот немножечко поговорим с вами. Сколько лет службы за вашими плечами? И вот ваша точка зрения по поводу того, как развивается и модернизируется служба в МЧС? В МЧС подразделении я 16 лет, с 1998 года. Профессию выбрал свою не случайно. Я сторонник активного образа жизни, и плюс ко всему профессия спасатель обусловлена разнообразием различных ситуаций. И главное качество — это спасение жизни людей. А вот скажите, где вы учились, может быть, как долго шли к тому, чтобы стать спасателем? Вы сегодня уже командир отделения. Как вообще развивалась служба? Может быть, что-то было тогда не так, как сейчас, 16 лет назад? Со временем все модернизируется. Служба не стоит на месте. И наши знания, и наши навыки. Мы все время что-то новое как бы вводим. Постоянно техника меняется. Очень много занятий проводится с этим. За 16 лет, правда, все поменялось. Анатолий Вячеславович, предлагаю немножечко поговорить о том, какой было раньше и в чем сегодня заключается служба в МЧС. Сколько было раньше и сколько сегодня пожарных частей в нашем городе? На сегодняшний день в нашем городе насчитывается 9 пожарных частей. Для такого города это вполне достаточно для того, чтобы ликвидировать какие-то нештатные ситуации и доехать в любую точку города. Я хочу отметить, что к 19 января 2013 года у нас в микрорайоне Вишневец открылась новая пожарно-аварийно-спасательная часть, которая в своем штате насчитывает около 50 человек, хорошо оснащенные по модернизированной современной пожарно-аварийно-спасательной техникой. То есть на сегодняшний день 9 пожарно-аварийно-спасательных подразделений распределены, рассредоточены по городу. Вот одно из них, и Олег Иванович, так сказать, несет службу. Что касается оснащения пожарно-аварийно-спасательных частей, оно довольно на высоком уровне. На сегодняшний день мы получаем новую технику. Это в последнее время мы получили новую автолестницу, которая поднимает на высоту наших пожарных на высоту 52 метра. Ну и безусловно такой же высоты может спасти людей. Она оснащена лифтом, который имеет возможность опускать, спасать людей, которые находятся на высоте. Значит, на сегодняшний день также имеется автомобиль комбинирован от пожаротушения. На сегодняшний день имеется автомобиль Кобра на базе Мерседеса, который способен даже выполнять такие функции, как выполнение проемов в конструкциях. То есть с помощью воды и абразива мы сможем разрезать стену, допустим, или перегородку и выполнить с ней проем для того, чтобы ликвидировать какое-то возгорание или другую чрезвычайную ситуацию. То есть в ваших словах понимают, что в принципе с техникой у нас проблем нет? Обеспечены как надо? Да, с техникой проблем нет. Техника современная, хорошо оснащенная, надежная. Поэтому только остается работать и служить на благо Отечества. А вот такой вопрос возникает. В течение какого времени боевая машина МЧС должна приехать к месту, где нужна помощь спасателей? Значит, такое время, оно регламентировано нашим боевым уставом. Значит, время выезда четко определено расписанием выездов. Значит, для каждой пожарно-варенно-спасательной части есть расписание выездов, определен порядок улиц, жилых домов, нумерации, то есть определен район выезда. Что касается времени выезда, то оно зависит от многих причин. Если это свободная проезжая часть, то мы в некоторые точки города заезжаем буквально за 5 минут. Если это, к примеру, конец рабочего дня или еще хуже, если припаркованные автомобили мешают нам проехать беспрепятственно к месту вызова, то, безусловно, время увеличивается. Поэтому мы уже неоднократно обращались с нашим гражданам при парковках автомобилей во дворах, на территориях, где плотная застройка, старая часть города. Будьте добры, паркуйте свои автомобили с высокой культурой, паркуйте свои автомобили таким образом, чтобы соблюдались проезды, проходы, чтобы мы могли спокойно, беспрепятственно, в случае необходимости подъезжать к местам вызова. Олег Иванович, вот с Вашей практики всегда ли успевали помочь людям? Практически всегда. Но были моменты, вот как Анатолий Вячеславович сказал, что есть недобросовестные люди, бросают свои автомобили, убегают там на те же 5-10 минут, а этого хватает, чтобы мы не успели. То есть каждая секунда – это жизнь человека, можно сказать так? Да, каждая секунда – это жизнь. Гибель людей на пожарах – главная проблема, с которой пытаются справиться спасатели. И порой несколько секунд могут спасти человеческие жизни. Боевые машины МЧС способны приехать в любую точку города в течение 3-5 минут. Однако далеко не всегда этот лимит выдерживается и совсем не по вине спасателей. У нас был вызов на пожар по улице Добролюбова, 23, где мы прибыли через 10 минут. Ну и также был сильный ветер, вот как сегодня, и крышу здания вообще огнем слезало. Конечно же, это вызвало недовольство погорельцев, соседей, обоснованные нарекания, но это был час пик. Все люди спешили домой с работы, соответственно, не уступали место специальному транспорту МЧС. Сегодняшняя акция учения проходила далеко не в час пик и не на самых оживленных участках дорог. Однако среди большинства изучавших ПДД-водителей нашлись и те, кто не уступил дорогу машине МЧС. За рулем Фольксвагена – опытный водитель без записей в талоне. Мужчина сослался на невнимательность, которая могла стоить чьей-то жизни. К сожалению, в настоящий момент не все водители, скажем так, адекватно иногда реагируют на сложившуюся обстановку на дороге. Все специальные транспортные средства, то есть будет это скорая помощь, транспорт МЧС, либо еще другие какие-то специальные службы, при использовании этих своих световых звуковых сигналов они пользуются преимуществом. Поэтому тут, наверное, больше надо сказать про гражданскую ответственность всех наших водителей и особенно пешеходов. Если такой автомобиль движется с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом, нужно всегда понимать, что он куда-то спешит. Это прежде всего. И он кому-то хочет оказать неотложную помощь. Водитель Фольксвагена грозит штраф в размере от 2 до 10 базовых величин. Кроме этого, мужчине, возможно, придется на некоторый период лишиться водительских прав. К слову, много времени спасатели тратят и на невнимательных пешеходов, а также на заторы во дворах. Существует также острая проблема – это проезда специальной техники МЧС во дворах. Это особенно крупногабаритный. Особенно эта проблема существует в вечернее и ночное время, когда люди приезжают домой и паркуют свой легковой автотранспорт. Конечно же, проблему эту сегодня не решить. В течение какого-то определенного времени не сразу построятся эти автостоянки. Но я обращаюсь ко всем гродницам, чтобы, когда парковали личный автотранспорт, смотрели и обеспечивали проезд для специальных служб МЧС и других специальных служб. За текущий период этого года в Гродно произошло 44 пожара. В огне погибло 6 человек. Для сравнения, за весь прошлый год зафиксировано было 40 пожаров и 3 смерти на них. Обстановка в городе остается пожароопасной. Спасатели и сотрудники госавтоинспекции призывают гродницам быть внимательнее на дорогах и помнить, что автомобили с мигалками и звуковой сиреной, возможно, едут спасать чью-то жизнь. Анатолий Вячеславович, вернемся к вам. А вот какая пожарная обстановка сейчас сложилась в городе? Много ли пожаров в последние дни? На сегодняшний день, к сожалению, даже в преддверии праздника у нас пожаров много. Мы там констатируем этот факт. За целый 13-й год у нас в городе погибло 6 человек. И я хочу отметить, что за иссекший период 2014 года мы тоже уже имеем погибшими 6 человек. Это очень много для такого небольшого города Гродно. Что касается пожаров, то за полгода произошло 55 пожаров. За аналогичный период 2013-го 56 пожаров. То есть на этом году на один пожар имеем всего лишь меньше. К сожалению, я хочу отметить также, что у нас увеличилось количество выездов наших подразделений на такие случаи, как газ без присмотра. Я сегодня посмотрел статистику, и уже 93 случая мы имеем, 93 выезда, когда наши граждане оставляют включенными газ, оставляют его без присмотра. В конечном итоге происходит задымление, соседи набирают 101. Приезжаем мы, констатируем такую нештатную ситуацию. Люди привлекаются к административной ответственности. И вот такие печальные, такие плачевные случаи происходят. Для нас это неприятно, для нас это понижается боеготовность. Мы выезжаем на место, отвлекаемся от своей службы, отвлекаемся от несения работы. Значит, только по причине того, что на сегодняшний день наши граждане оставляют включенными газ. Серьезно у нас причиной проблемы есть тем, что наши граждане на сегодняшний день, я бы сказал, что очень низкая культура курения. Я вот хочу отметить такой случай даже в микрорайоне Ольшанка. Молодая семья, которая проходила мимо многоэтажного жилого дома, и один из граждан, который курил на вышележащих этажах, он умудрился так выбросить незатушенную секрету, что она попала в коляску с ребенком, и ребенок получил ожог. Это вопиющий факт. Был установлен гражданин, привлечен к административной ответственности. И я об этом говорю, и это не единожды происходит, потому что подобное зияние еще приводит к тому, что у нас горят балконы. Когда наши граждане уходят на работу, открывают открытыми для приветривания форточки, с вышележащих этажей граждане курят, не тушат сигареты, сигареты ветровыми потоками или воздушными массами заносятся, забрасываются на балконы, на балконах имеются какие-то предметы домашнего подхода, происходит загорание и происходит повреждение имущества, констатируется как факт пожара. И я бы хотел обратиться к гражданам нашего города, что хотя бы в преддверии праздника, будьте добры, задумайтесь над этим своим поведением. Лучше вообще не курить. Но если происходит курение, если вы курите, то будьте добры, соблюдайте культуру курения. Это очень важно. Это наша безопасность, это безопасность наших соседей, это безопасность наших граждан. Спасибо огромное за такие рекомендации. В принципе, ничего сложного, казалось бы. Тем не менее, такая вот незатушная сигарета может принести такой огромный ущерб. Вот совсем недавно мы встречались тоже со спасателями, с представителями службы МЧС, говорили о том, что горит трава. Сейчас продолжаются такие случаи. И еще давайте в этом же вопросе поговорим немножечко о том, что горят автомобили в нашем городе. На сегодняшний день трава уже в городе не горит. Как правило, пожары с травой, они носят сезонный характер. Это весна, ранняя весна, когда идут весенние палы, когда тоже причиной загорания является человеческий фактор. То есть, как правило, наши детишки балуются или играют, или играют в злую шутку, или наши граждане, когда убирают свои придворовые территории, значит, проводят выжигание травы. Что касается сейчас, сейчас того нету. Сейчас прекрасная погода, зеленая трава, хорошие газоны. То есть, прекрасное время для отдыха для наших граждан, для горожан и в лесу, и на природе. Значит, что касается автомобилей. На сегодняшний день, к сожалению, да, вы правы, в городе Гродно произошло уже 13 пожаров на автотранспорте. Из них 9 – это частные автомобили. Поэтому я бы хотел попросить граждан при эксплуатации своих автомобилей, будьте внимательны к таким вещам, как электропроводка, как бортовая электросеть автомобиля. В 99% случаев загорания автомобиля происходит короткие замыкания. Короткие замыкания вызваны различными причинами. И физический износ, и отсутствие измерения, отсутствие изоляции и так далее. Поэтому перед началом эксплуатации своего автотранспорта или перед тем, как пройти технический осмотр, будьте добры, уделите вот этому оборудованию достойное, должное внимание, приведите его в порядок. Потому что 13 случаев, я считаю, что это вполне достаточно для того, чтобы задуматься. Спасибо огромное. Олег Иванович, немножечко поговорим о вашей службе. Как проходит ваш рабочий день? Во сколько начинается? Во сколько заканчивается? Часто ли вам приходится выезжать на места, где нужна ваша помощь? Хочу вас немножко поправить. У нас рабочие сутки, поэтому мы, когда заступаем на дежурные сутки, начинается она так. Принимаем технику, оборудование, ПТВ, средства спасения, средства тушения. Потом, в дальнейшем у нас с 9 часов начинается занятие. Мы выезжаем на всякие различные предприятия, общежития, садики, важные объекты, изучаем их, тренируемся, чтобы в дальнейшем, если вдруг что-то произойдет, чтобы безукоризненно, быстро, в кратчайшее время мы могли справиться с различными возгораниями. Дальше у нас обед идет. Обед, как говорится, по расписанию. После обеда у нас есть время, час отдохнуть. Ну и потом физподготовка. Час времени у нас идут занятия. Физической подготовке мы уделяем очень много времени. Так у нас коллектив молодой, ребята молодые, все мы спортивные. Анатолий Вячеславович может сказать, частенько к нам заезжает, поэтому всегда на турниках, всегда мы выполняем все зачеты, мы все на отлично. Поэтому вечером, ну это с учетом того, что если мы никуда не выезжаем. Вечером у нас ребята занимаются своими личными делами, я имею в виду. Если техника приводит в порядок, если что-то посмотреть, проверить, в дальнейшем все время мы находимся на службе. А вот вообще, как часто приходится выезжать? Вот сколько случаев в день, если в среднем, можно сказать, и только ли пожары? Если проанализировать время 16 лет назад, как я говорил, что 16 лет назад я пришел на службу, то мы выезжали, меньше пяти выездов у нас не было. Это на всякие различные, это на даже ложные вызовы и на пожары, ИЧС. Сейчас, ну не скажу такого, конечно, прогресс не стоит на месте. Бывает, что мы даже и не выезжаем. По большей части мы выезжаем на ложные выезды. К сожалению, такое бывает. Да, бывает. Ну, слава богу, что это ложные, что это не пожар, не какой-то ЧАЭС. Тревожный звонок на пульт дежурного МЧС поступил в 18.45. С просьбой о помощи к спасателям обратился ребенок. Звонивший успел сообщить диспетчеру адрес, по которому надо приехать, после чего связь оборвалась. Дежурная служба МЧС города Гродно. Здравствуйте, а вы можете быстро подъехать? Что у вас случилось? А у нас здесь дым идет от газа. Диспетчер вынужден был отправить четыре автоцистерны, одну автолестницу, сообщить в газовую службу, также в скорую помощь о том, что на Калиновского 6 возможны пожары и проблемы с газовым баллоном. Когда спасательные расчеты прибыли к месту вызова, осмотрели дом, посмотрели, что действительно нигде никакого дыма, прошлись по подъезду, по соседям, как оказалось, нигде ничего. Никаких признаков нет. И дальнейшей связи с детьми не было. Когда детям отзванивали, телефон уже просто никто не поднимал. Установить личность шутников не составило никакого труда, даже несмотря на то, что звонившие догадались отключить телефон. Не могли предположить ребята и то, что все звонки записываются, и отпираться перед такими неопровержимыми доказательствами будет бесполезно. А кто звонил, скажите, пожалуйста, по 101? Кто звонил? А у меня здесь голос записан, мальчики, а мы сейчас послушаем, кто звонил. Уже доподлинно известно, что голос звонившего принадлежит второкласснику Владу. С городского телефона в его квартире и был сделан звонок при молчаливом согласии более взрослого друга Жени. Оба мальчика учатся в одной из гродненских школ, и при этом довольно неплохо. О том, что шутка со звонком явно неудачна и может иметь плачевные последствия, ребята знали с самого начала. Иначе как объяснить, что сразу после разговора с диспетчером они отключили телефон? А вот о том, как дорого может обойтись плохое чувство юмора, уже вечером ребятам объяснят родители. И наверняка в очень доходчивой форме. Предусмотрена административная ответственность за такое правонарушение. Штраф от 4 до 15 базовых величин. Повторно в течение года такие шутки, то есть заведомо ложное сообщение. Предусмотрены штрафные санкции от 20 до 50 базовых величин. Если же граждане, то есть дети, либо подростки, либо взрослые сообщают о том, что заминировано здание, здесь уже рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ложные звонки сегодня для спасателей, как, впрочем, и для других экстренных служб, это серьезная проблема. На каждую просьбу о помощи, независимо от того, чей голос слышится в трубке, ребенка или взрослого, спасатели обязаны отреагировать и выслать пожарные расчеты. И, отвлекаясь на такие шутки, пострадать иногда могут те, кому по-настоящему в этот момент нужна помощь. Вы выезжаете не только на пожары. Какие еще случаи могут быть? Различные аварии. Вот недавно, помните, 12-го числа, был довольно сильный ливень. И мы выезжали, была чрезвычайная ситуация. Нас вызывали, всех отзывали по сбору личного состава. И мы в свободное время ездили на помощь людям. Откачивали воду с подвалов, с различных ниш, мест, где находятся в низинах. То есть, действительно, без вашей помощи просто не обойтись. Антон Вячеславович, вот вспомнили моложные вызовы. Как часто они случаются в нашем городе? На сегодняшний день с ложным вызовом, я бы сказал, что ситуация удовлетворительная. То есть, заведомо ложных вызовов, так, чтобы гражданин набрал, но 101 не сказал и пояснил какую-то ситуацию, которая требовала бы реагирования наших служб, служб МВД, таких практически нет. Значит, те вызовы, которые не подтверждаются, как факт пожара, да, не бывают. Бывают, граждане проявляют бдительность. Бывает, эта бдительность нам чересчур излишняя. То есть, мы приезжаем, факт задымления, то есть, произошел, допустим, от оставленного или от пара, или от какого-то другого незначительного источника, или от загорания мусора в контейнере, когда наши граждане по той же причине незатушенную сигарету могут оставить в мусорном контейнере или выбросить ее. А как таковых, заведомо ложных вызовов их нет. Их было несколько случаев в 2013 году, когда и наши детишки несовершеннолетние тоже умышленно вызывали наши подожарные подразделения для того, чтобы, ну, якобы проверить боеготовность. Боеготовность была подтверждена, проверена, да, но, к сожалению, еще есть административная ответственность их родителей. В данном случае родители несли административную ответственность за заведомо ложный вызов. В этом году такого нет. Ну, это правильно. Действительно, хорошо, что все-таки наши жители проявляют какое-то внимание к вашей работе и уже перестали вызывать. А вот, Олег Иванович, скажите, пожалуйста, вот мне всегда было интересно, думаю, нашим телезрителям тоже будет интересно. Вот есть ли у вас какие-то приметы? Вот у нас в нашей работе всегда есть какие-то приметы. Мы точно знаем, как пройдет сегодняшний день. Хорошо или плохо. А у вас, может быть, какая-то тоже есть такая традиция, которая предвещает хороший или плохой день. И вот что такого интересного есть у пожарных? Ну, по приметам, да, есть моменты такие. Вот интересная примета у нас. Отдел новую форму, обязательно поедешь на пожар. Ну, это да. Мы никогда не прощаемся за руку. Если встречаемся с другими подразделениями, где-то на пожаре, на каких-то занятиях, мы никогда с ними не прощаемся. Есть интересный момент такой, когда молодой приходит на работу, и когда он попадает первый раз на пожар, мы его обязательно обливаем. Так же самое и проходил это я. Здорово, действительно, интересно. То есть у каждой профессии есть какие-то свои интересные традиции. Надо сказать, что про новую форму, обязательно пожар у нас тоже. Если одел какое-то новое платье, обязательно куда-то поедешь, точно его испачкаешь. Анатолий Вячеславович, мы вернемся к вам. Раз уж мы сегодня вплотную говорим о работе пожарных, как вы думаете, какими качествами, чертами характера должен обладать настоящий пожарный? Настоящий пожарный, уже Олег Иванович рассказывал здесь, но он больше рассказывал про свои занятия, про дневную деятельность, жизнь в частях. Но когда выезжает на самом деле отделение на пожар, когда звучит тревога, когда отделение в считанные секунды выезжает за ворота, то тогда уже забываешь, забываешь буквально за несколько секунд те моменты, с которыми сталкивался в частях, в части. Значит, в первую очередь человек должен обладать мужеством, готовностью выехать любую секунду, любую минуту на вызов. Во вторую очередь, это немаловажный фактор, когда звено, когда отделение, которое возглавляет Олег Иванович, оно должно быть плечо к плечу, когда должна быть взаимная поддержка, взаимовыручка. И знать обязательно, каждый спасатель должен, что выезжая на место вызова, что ты в первую очередь сталкиваешься с риском, с риском для жизни. И, безусловно, когда возвращаешься с вызова, и когда выполнил полностью задачи, когда спас, когда ликвидировал, то есть чувство удовлетворения. Да, нет творчества, нет фантазии, нет каких-то других таких высоких понятий, которые нам не чужды. Нам чужда приземленная, нормальная работа. И когда возвращаешься в подразделение, в первую очередь, это встречаешься с душем, потому что на пожарах порой не узнаешь друг друга, после того, как отработаешь, как спасешь людей. Вот последний случай, это социалистическая 54, когда мы спасли человека, когда наше подразделение буквально на прошлой неделе, когда один из граждан, злоупотребляющий спиртными напитками, уже третий раз, кстати, допустил пожар в своей квартире, на сегодняшний день решается вопрос о его выселении. Значит, вот когда пожарное подразделение, когда наши спасатели вышли из квартиры, то их узнать было невозможно. То есть настолько они были, я бы сказал, даже чумазами. Ну что ж, бывает и такое. Олег Иванович, а вот, может быть, из вашей практики расскажите нам какой-то необычный, запоминающийся случай. Вы знаете, много моментов всяких различных, запоминающих. Переживаешь за каждый момент отдельности. Ну, один момент у меня есть очень такой. Я был совсем молодым, только пришел в подразделение МЧС. У нас тогда работал Полищук Владимир Петрович. Мы выехали на один пожар. Это пригородное. Горел коттедж, довольно большой коттедж, начальная стадия, не начальная стадия, а он уже построился. Сделались внутренние отделки, краски, там различные всякие смеси, растворители. Горел полностью коттедж. Когда мы приехали, был уже на месте пожара Полищук. И он был старшим РТП. Расставил он. Он молодец, он такой работник был. Мы всегда умели под него подстроиться, умели с ним вести работу. Он нас расставил правильно по местоподаче воды. Я был как молодой, проявил свою инициативу и подал ствол Б со стороны гаража, где в основном там все и было. Он мне дал указания, чтобы я туда внутрь не заходил. Но я молодой, инициативный. Я сделал полтора шага вперед. Это нарушение безопасности. И в этот момент услышал сверху, начали складываться перекрытия. И я только успел сделать прыжок назад и за мной полностью сложили все перекрытия. У меня, конечно, ноги, мандраж был в ногах очень сильный. Но, слава Богу, что туда в тот момент никто не пострадал. И вот этот момент я запомнил на всю жизнь. Действительно, можно сказать, у вас прям как в фильмах этих самых ужасных, когда все в последний момент случается. Слава Богу, что все тогда обошлось. Анатолий Вячеславович, давайте напомним нашим телезрителям про праздник, который приближается. Когда, во сколько ему лучше прийти, каким категориям будет интереснее всего посмотреть вашу программу? Категории. Наш праздник, который начнется 27 июля 2014 года, начнется он в 10 часов. Он начнется с показа пожарно-аварийно-спасательной техники. Поверьте, будет очень интересная выставка пожарной техники. В парке начнут работать духовой оркестр, в парке начнут работать торговые точки, в парке начнут работать площадки по развлечению наших деток. Значит, мероприятия будут разнообразными, интересными. Будут привлечены практически все службы и аварийно-спасательные службы. Будут привлечены и службы освода, будут привлечены и кинологическая служба, безусловно, с нашими питомцами, которых мы воспитываем, которых мы тренируем на сегодняшний день. Так что приходите все, об этом никто не пожалеет. Ну, я точно приду, обещаю. К сожалению, фирное время подходит к концу, уже совсем скоро буду вынужден попрощаться с вами. Но все-таки у нас есть уникальная возможность поздравить коллег с приближающимся профессиональным праздником. Анатолий Вячеславович, начнем с вас. В преддверии нашего профессионального праздника я искренне поздравляю всех коллег своих с Днем пожарной службы. Желаю, в первую очередь, здоровья. Желаю, в первую очередь, вдохновения от работы. Желаю всем возвращаться с работы здоровыми, невредимыми, на душевном подъеме. Желаю здоровья вашим семьям, чтобы, на самом деле, возвращаясь домой, вас ждали ваши любимцы, вас ждали ваши жены, вас ждали ваши дети. И, безусловно, что вы получали только вдохновение на работе. Спасибо огромное за такие теплые слова. Олег Иванович, в вашу очередь поздравить коллег. Хочу поздравить своих друзей, коллег по работе, пожелать им счастья, удачи и, как мы говорим, сухих рукавов. Спасибо огромное. Я уже вынуждена попрощаться с вами. Удачи вам в вашем непростом труде. Ну и спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Спасибо. В эти выходные Беларусь отметит День пожарной службы крепкого здоровья и удачи. Телеканал Гродно плюс желает гродненским спасателям, занятым в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Пусть количество выездов всегда равняется количеству возвращений. Благополучия вам и вашим семьям. В студии для вас работала Юлия Броско. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!